Всем доброе утро! Сегодня у нас 12 каст, который называется «Завтрак с Библией». И для многих людей на этой планете этот завтрак стал не самым приятным в жизни, потому что очень многие люди сегодня утром, ну даже как и я, впрочем, узнали о том, что произошло вчера в Париже. И я думаю, что есть разные мнения на этот счет. И я думаю, что сейчас уже некоторые стоят и трясут Библию и говорят, вот, написано. Но, знаете, я немножко с другой стороны подошел к этому вопросу. Мы знаем, что вот вчера как раз Гузель, которая сейчас присутствует на прямом эфире, она спрашивала, в какой печати мы сейчас находимся, по мне, четвертый. Я прочитаю этот отрывок из Откровения, это 6 глава, 7-8 стихи. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, иди и смотри, не взглянул я, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. Я отследовал за ним, и дана была ему всякая власть над четвертой частью земли, и умерщи, ляг мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Я думаю, что можно по-разному толковать это местописание, но одно я знаю точно, что самое лучшее произведение, как бы это цинично сейчас не звучало, но тем не менее, самое лучшее произведение, которое на этой планете создал дьявол, это ИГИЛ. Это верх его творения. Это, я думаю, что лучше, чем это, он никогда не создавал, и вряд ли что-нибудь создаст. Потому что именно с помощью ИГИЛ народ увидел лицо истинного ислама. И благодаря ИГИЛ сегодня сотни тысяч, и я думаю, что это будет миллионы, впоследствии принимают Иисуса Христа своим гостем и спасителем, потому что они увидели, что такое истинный, радикальный ислам. И сегодня мы знаем, что ответственность за атаки в Париже взяла на себя именно ИГИЛ. И там мы знаем на сегодняшнее утро 153 погибших, очень много раненых. Ну и понятно, я уже не говорю про людей, пострадавших от психологических травм. И я думаю, что это именно то, о чем говорится здесь. Но с другой стороны, я знаю, что будут мнения, и они уже есть, я их уже читаю в Фейсбуке, которые говорят, что это наказание Европе за дружбу с миром. То есть за то, что они пропагандируют однополые браки, и разврат, и блуд, и все, что хотите. Согласен, возможно, когда есть дружба с миром, это вражда против Бога, я знаю. Но мы знаем точно так же из Писания, что Бог сам по себе никого не наказывает. И мы читали это в книге Иова. Иов страдал, и страдал очень сильно. Он страдал 40 глав книги Иов. Но мы знаем, что Бог к этому отношения никакого не имел. Он допустил это для того, чтобы сатана убедился в том, что душа человеческая, она всегда остается с Богом, несмотря на то, какие лишения его постигнут в течение жизни. И да, написано в послании у Якова, 4 глава, 4 стих. Прелюбодеи и прелюбодейки, не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет дружить, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Да, совершенно верно. Сегодня многие течения в Европе и в Америке, и даже здесь в Израиле, поддерживают однополые браки, поддерживают все, что вообще противоречит слову Божьему. То есть вообще вот даже близко не имеет отношения к Библии. Это, я напоминаю, Европа – это страна, которая родилась и выросла на христианских ценностях. Да, у них тоже были свои завороты, и это инквизиция, и это попустительство нацистскому режиму в уничтожении евреев. И очень много еще каких-то грехов есть за европейской церковью. Но здесь я не вижу никакого Божьего наказания на самом деле. Это не Божье наказание. Это просто место, где был создан плацдарм для деятельности темных сил. И они начали там действовать. Это было вполне предсказуемо, когда Европа не разглядела в ИГИЛе сатану, в исламе, сатанинскую религию. И когда Европа не разглядела в том, что пуская вот этих беженцев, среди которых показывали фотографию, сделанную специальными средствами съемки, больше тысячи стоит беженцев на контрольно-пропускном пункте, и среди них всего две женщины. Я думаю, что Европа должна была обратить внимание, что не может быть так, чтобы беженцами были только одни мужчины. Кровопролитие, которое сегодня происходит на Ближнем Востоке, где ИГИЛ зверствует так, что мусульмане понимают, что истинный ислам – это как раз ИГИЛ. Они не хотят больше иметь ничего общего с такой религией, принимают Иисуса. И это все Европа не разглядела. И за это она получает сегодня то, что она получает. Они захотели у себя сатану, они его получили. То же самое произошло с евреями 2000 лет назад, когда они не разглядели в Иисусе еврейского мессию и не приняли его как искупителя и спасителя, а наоборот отвергли его и сочли его за царя Бесовского. И за это получили свое 2000-летнее наказание. Это все нормально. История повторяется. Люди, к сожалению, на исторических фактах ничего не учат. И сегодня действительно стоит только поговорить о Франции, как-то сразу молитесь за Францию, они бедны, они несчастны. Мне жаль, мне действительно, мне очень искренне жаль. Тем более, может быть, кому-то это непонятно. Вполне возможно, когда в вашей стране каждый день не происходят теракты, не гибнут люди. Когда в вашей стране небезопасно ходить по улице, потому что может появиться какой-нибудь там человек, которому там Мухаммад пришел во сне и сказал ему, иди и режь евреев, как написано в Коране. И он идет, берет нож и начинает резать направо и налево. Его, конечно, убьют в конце концов. Но люди пострадают. И я прекрасно это понимаю. Я прекрасно понимаю парижан, туристов, гостей, может быть, этого города, у которых пострадали люди, у которых пострадали семьи. А тем более у тех, у которых погибли люди в их семьях. И с ними, конечно, ну, мне тяжело как бы говорить на темы траурные, но вот такая банальная фраза. Остается только соболезновать этим людям. Но это было вполне предсказуемо. И поэтому давайте сегодня, вот все, кто меня слышит, возможно, вы живете в Европе, возможно, в России, возможно, в Израиле, возможно, в Америке, неважно где. Мир отступает от Слова Божьего сегодня. И это написано. Это предсказуемо. Об этом во всем написано в Библии еще почти две тысячи лет назад. И для того, чтобы приблизить Царствие Божие, нам нужно, чтобы наполнилось полное число людей, которые будут верить в Иисуса Христа. Наша задача проповедовать Евангелие. И наша задача сделать так, чтобы Господь услышал наши молитвы. Написано многое может молитва праведника. И написано также, что все, что не попросите во имя Мое, с верой дано будет вам. И в первом послании Тимофея, я вчера на проповеди в церкви читал именно это место из Писания. И сегодня я повторю его еще раз. И пусть это будет у нас символом сегодняшнего дня и символом всей нашей жизни. Павел пишет в первом послании Тимофею с первого стиха второй главы. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь безмятежную и тихую во всяком благочестии и чистоте. Ибо это и есть хорошо и угодно Создателю нашему Богу, Спасителю нашему Богу, прошу прощения, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. И поэтому давайте проведем сегодняшний день в молитве за спасение тех, кто еще не спасся и не принял Иисуса Господом своим Спасителем. Давайте проведем этот день в молитве за... Ну, я не знаю, уместно ли это будет молиться за это, но, по крайней мере, за то, чтобы успокоить горе тех, кто пострадал, чьи близкие пострадали в этой страшной трагедии в Париже. Давайте проведем этот день, действительно, в молитве за то, чтобы силы добра, силы света все-таки начали брать верх. И все это когда-нибудь закончится, конечно, программа Божья осуществится, но хотелось бы, конечно, чтобы сценарий выглядел по-другому. Все равно, в конце концов, состоится воля Творца, а не наша. Но хочется верить, верой мы победим, и хочется верить, что все это очень скоро закончится, и будет тысячелетнее царство нашего Господа Иисуса Христа, апостоле, все новое, где не будет ни горя, ни болезни, и где все будут жить в присутствии Божьем в вечной радости и вечном поклонении и прославлении великого Бога. Пусть этот день будет благословен, пусть утешатся те, кто потерял своих родственников в этой трагедии. Я надеюсь, что из ваших родственников там никого не было, но это не значит, что мы все можем так вот отвернуться, просто не наша трагедия. Мы все братья и все сестры, потому что у нас один отец, отец создал весь этот мир, и в этом мире нет зла. Там, где есть зло, это просто отсутствие добра. И, возможно, сегодня Господь что-то делает, чтобы кто-то из этих головорезов, которые были вчера причастны к этому теракту, покаялись и приняли Иисуса Христа, и, возможно, стали источником света. А, возможно, они и погибнут за свою веру, но написано, что если будем гонимы за веру свою, то мы будем блаженны. Пусть Господь обидно благословит вас сегодня. Молитесь за всех человеков, как написано, потому что Господь так полюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб. То есть Господь хочет, чтобы мир спасся, и мы можем в этом принять активное участие. И если вам понравилось это видео, и вы хотите привлечь больше людей к нашему касту, для того, чтобы нести Слово Божьему миру, делитесь этой записью в социальных сетях и приглашайте своих друзей завтра в 9.30 по израильскому времени. Мы снова встретимся здесь, на завтраке с Библией. Будьте благословенны. С вами был Авиер Станкевич из Израиля. Пока.